Всем привет, друзья! Мы на нашем первом выпуске в формате 24 часа, и этот день мы проведем с чемпионом мира по футболу. Не буду долго подводить, хочу, чтобы вы узнали все во время непосредственного общения с ним. Мы сейчас находимся возле его подъезда, ждем, когда он выйдет. Идет! Здравствуйте! Ну что, как ты? Да нормально все. Не выспались вообще. Не выспались? Нет, вообще не. Ну вы, наверное, драйвите, да, квартиру? Готовитесь? Да, вот так неожиданно надо было все убрать с 7 утра уже, все на уборке. Невеста там волнуется, уже даже написала, я волнуюсь, я волнуюсь. Сейчас проверим, как она там. Ну сейчас, да, познакомимся, покажешь нам все. Давай, пойдем. Пойдем. Все, приехали. Невеста моя, когда-то была девушкой, сейчас невеста сделала предложение. Куда мы сделал? Да после Олимпиады, как приехал сразу. А как сделал, скажи. Как сделал? Вообще неожиданно. Мы собирались с его родственниками, ну, в честь его встречи. А в итоге он говорит, я сейчас приду в магазин, мне надо. Ну ладно, магазин, магазин. Мама там что-то кивает ему. Вот приходит, а мне говорят, завяжи глаза, ну там какой-то сюрприз тебе Женя хочет приготовить. Ну ладно, встала такая. Любовь моя. Будешь моей женой. Открывая глаза, он уже на колени. Говорит, любовь моя, будешь моей женой. Да. Да, ты сразу ответила. Только уверен. Ты даже не сказала, да, такая покивала. Ну я тебе обещал. Олимпиаду выиграю, а потом приведу здоровью. Все. До Олимпиады, да, не трогайся. Если ты был уверен и в победе, и... Ну как, я, наверное, когда проигрывали 2-0, я уже не был вообще ни в чем уверен. Теперь мы хотим узнать про начало, ну вот прям футбольного пути конкретно. Какая у тебя школа и так далее. Слушай, меня на футбол привел дедушка с папой. Мне было 6 лет. И я даже помню первую тренировку. Это меня привели на стадион трудовые резервы. Там, вот когда мы заходим на трудовые резервы, с правой стороны было поле такое черное. Мы его всегда называли уголь или углем, я не помню точно как, но оно просто было черное. Это первый раз, когда меня туда привели. И с этого момента я так и не бросал футбол, занимался именно футболом. Все. Вот это вот первый раз, я помню, когда меня привели. Расскажи именно про свой пульт дюшор. Как к тебе ребята относились? Там явно ты не был в какой-то специальной группе, тоже дюшор ты был со всеми, варился. Слушай, ну, поначалу было все вообще нормально, отлично. Никто не замечал, что я там плохо слышу и так далее. Потом, конечно, когда уже наступал подростковый возраст, да, мне было, конечно, очень с ними тяжело. Постоянные пасхолы, постоянные приколы, глухой и так далее. Не слышать нифига. И даже был момент, что я ушел от этого дела. Я ушел из этой команды. Мы вообще ждем переезда, надеемся на скорую переезду. А я вернулся? Нет. Я когда вернулся в Калининград в декабре, то есть я практически все оставил в этом Волгограде. То есть у меня в Волгограде есть жилье, но так как я там больше не живу, я вернулся домой, здесь у меня нет ничего. Ничего по факту. Поэтому первое время живу с родителями. А потом я познакомился с цветочком. Я не знаю, когда мы с тобой познакомились. В феврале. В феврале, да. Я познакомился с ней. И вот так все закрутилось, завертелось, завертелось. Этого года. А? Этого года. Да. Так все закрутилось, завертелось, что я один раз пришел на севать, так и остался здесь. Ну покажи, ладно, давай самые твои любимые футболки. Может быть, что? Самые любимые. А, вот она на мне. Неспортивная. Это подарок мне. Я вернулся, мне прям подарили. Уже самая любимая. Слушай, да нет, я все подряд нацу. Да бывает, такая, знаешь, футболка лежит год-два, потом такой, о, красная есть, надо носить. А где ты одеваешься в основном? А? Что где? Где одеваешься в основном? Мы какими-то одеваешься. Базин. Спортивная выдают, да? Спортивная выдают. То есть мне спортивная, ничего не надо, и все там на балконе, целая сумка. Спортивная, вот то, что недавно получил. В основном я... В основном дает? Нет, в основном Мавита. Классная вещь. Он не любит ходить в магазины. Я не хочу идти в магазин, платить 5 тысяч за футболку, когда точно такую же. Ну ладно, она там китайская, хрен пойми, где ее сили, но она стоит тысячу. Ну зачем, правильно? Это вот сборная России в Ворвар. Угу. А это я выступаю за Волгоградскую область, на чемпионатах России. Учись. Родина-Мать. Это я за Волгоградскую область на чемпионате России. Для того, чтобы попали в бой, надо выступать за какой-либо регионом. Так как у нас в Калининграде команды нет, ну у нас ее вообще нету, мне пришлось играть, допустим, за Волгоградскую область. Слушай, в тот момент ты, ну как раз 15-16 лет, когда еще не было предложений каких-то профессиональных, да? Ты же первый, наверное, после 18-го? Да, я еще знаю, даже не знал, что такое глухой футбол, вообще, да. А вот ты о чем думал? Ну ты вот уже с 6-го класса, я помню, решил, что хочешь заниматься футболом. Да, я хочу заниматься футболом, но понимал, что есть особенность. Ты на что рассчитывал, как-то вот у всех в голове строил? Слушай, ситуация была такова, что, по-моему, давай 15-16 лет мы уберем, уже пойдем чуть подальше. Когда уже был близок к тому, что надо куда-то двигаться. Когда я уже, мой первый чемпионат России, это был чемпионат России, мне, по-моему, было 17 лет. Мой первый чемпионат России, среди спортсмены с нарушением слуха, был по мини-футболу в городе Казан. Как ты его нашел, кто тебе туда посоветовал, прийти, кто позвал? Слушай, у нас в Калининграде есть команда глухих и слабослышных спортсменов, она есть. Но она очень слабая, и в основном нет никакого развития здесь. Развитие просто вот так вот, ноль. Ноль. Ноль развития, никто не хочет этим заниматься, никто не хочет развиваться, никто не хочет заниматься диктем. Это тема отдельная. Тогда была команда, и они пригласили меня, они узнали, услышали, что там в 45-м, здесь там воспитанник, он слабослышится, играет в футбол, все. Они решили меня позвать. Я как бы такой, ну ладно, согласился. И тогда эту команду тренировал Владислав Валерьевич Нужный. Первый мой турнир был здесь, здесь, за них. Это был, сейчас скажу, чемпионат России, первая лига. Команды, которые выигрывают первую лигу, попадают в высшую лигу, они могут там участвовать. И тогда я приехал на пару тренировок, потом отыграл игру, мы выиграли, по-моему, у Пскова. Псков к нам приезжал. И еще какие-то две команды, вроде бы Мурманск был, и еще кто-то. Ну, в общем, мы всех обыграли, я там, конечно, много назабивал, я такой, знаешь, увидел вот это вот, все, руками, жестами, и я такой, ё-моё, ну ладно, это еще, как бы, ничего страшного. А вот когда поехали на чемпионат России в Казань, и когда я приехал, знаешь, вот на первую игру, и много футболистов с разных городов, и все вот так сидят жестами, первое, что я, знаешь, вот подумал, что пришло в голову, куда я попал? Куда я вообще попал? И как они здесь общаться? То есть для меня это было что-то, ну, вообще необычное. Чтоб ты понял, я сыграл первую игру против Казани, мы выиграли 5-2, я им забил 4, и меня сразу же отправили на проверку. Потому что никто не поверил, что я слабослышащий, что у меня реально есть проблемы со слухом. Все думали, что калининградская команда привезла на чемпионат России, слышащего и, как мы говорим, говорящего. В итоге меня там проверяли, мне делали там аудиограмму, и когда там показалось, что у него 90% потери слуха, они такие, а как ты вообще говоришь, разговариваешь по телефону? Мне пришлось объяснять ситуацию, что я с 7 лет учился в обычной школе. Я жестов не знаю, я не учился в глухой школе, я учился в обычной школе. И вот этот вот мой первый чемпионат России, допустим, выступили мы неудачно. Ну, на самом деле, мы выступили неудачно, у нас команда не самая сильная. Я не помню, какое мы место даже заняли, по-моему, из 20 команд мы то ли были 16-е, то ли 15-е, да. И, как бы, мне одному было очень тяжело играть, но меня заметили тренеры сборной России, и они меня сразу же пригласили в Московскую область. Но еще было предложение от Владикавказа, я не поехал. Как-то родители отговорили. Какой-то голова. Единственная медаль у меня, единственная медаль, это Олимпиады, да, которую я отставляю. Ну, это здесь единственная, ты имеешь в виду? Это здесь единственная, ты имеешь в виду? Да, единственная здесь медаль, это Олимпийская. Но почему она находится здесь, потому что она меня очень сильно поддерживала, и ее, как бы, ее тоже это заслуга. А, это ваша медаль. Ну, как это было? Она как-то уезжала на два месяца, она не сказала без этого. Как ты мне сказала? Без медалей не приезжала. Нет, без первого места не приезжала. А, это Роберт. Я тебе больше ждать не буду. Мне пришлось, что-нибудь, понимаешь, правильно? Пришлось выиграть, да? Да. Так, и что еще у меня здесь есть? Ну, такое, что-то, ну... Самое динафимое, это ВО. Удостоверение мастера спорта России международного класса. Да, это вот как-то... Служу такую штуку было получить? Что пришлось сделать? Ну, это, чтобы и мне ее надо было получить, мне надо было сыграть 60% матчей, допустим, на Кимпионате мира или Европы. Ну, это практически, ну, довольно много. Это нужно каждую игру практически играть в основном составе. Телевизор стоит, что вы в основном смотрите? А, мы через ноутбук все равно смотрим. Мы через ноутбук смотрим, сериалы. Сериалы? Какой любимый? Это вот этот к тебе. Это у тебя там куча сериалов. Ну, сейчас мы смотрим, нет это. Он пересмотрел, мне кажется, все. У меня времени столько нет. А до этого смотрели Бестыжное. Да? Как тебе? Да вообще, я говорю. Любимый персонаж какой? Да, этот, который, как его? Папаша. А, Фрэнк. Да, 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 вообще, вот такой мужик кратный. Не, правда, он в конце сериала очень крутой. Да, он вообще крутой. Как он вообще по жизни живет. Пьет, куры, пьет, ничего ему не надо больше. Дети есть там, где-то бегают, что-то там делают. Но все равно. Не, наоборот, сериалы, конечно, жизненные, какие-то жизненные моменты-то можно выбрать. Но лучше, как этот папа не жить. Это плохо. Плохо куману. Да. Так, ну что, Жене нужно приодеться. Он сейчас хочет взять все спортивные костюмы в магазине Иландспорт. Все в Калининграде его знают как 2К. Ну да. А как раньше одевался, обувался. Ну сейчас не футбольная форма, но чтоб ходить, это солидно тренировать с осени начать, да? Этот магазин знает каждый футболист вот с раннего возраста в Калининграде. Все, ну, как бы, стараются приходить сюда. И, ну, многие, я просто помню по себе, когда я, плюс-минус, что-то занимался, что-то пытался, мечтал здесь постоянно восстариваться. Так, эс-ка, эс-ка, эс-ка. Что-нибудь яркое. Смотрите, есть вариант желтый с черным, а-ля Бамблби. Отлично. Либо есть вариант с красным костюмом. Да, извините, джоггель. Он мне... Джоггель? Да, мне нравится текать. Правда, что... Держите. Ага, спасибо. Пошел я. Ну что, ребят, ездим тренировать. Ух, хорошо. Конечно, хорошо. А, Боже, не звоните. Ну, прямо едем. Да, поеду будем тренироваться. Да, сразу бегать. Да, можно сразу бегать. На тебе нравится, да? Хорошо сидит. Все, можем тратить. Всем советую магазин этот. Особенно всем футболистам. Огромный выбор. Всего. Спасибо. Так, не все. Женя доволен. Да, я доволен. Ссылку на группу, чтобы онлайн товары заценить, мы оставим в описании. Спасибо большое Илон Спорт, Данил и партнеры наши в этом ролике. И гаражный бар. Адрес вот за мной. Приходите. Все публики обязательно одевайте здесь. Но если любым спортом занимаетесь, все подберут. Гарантирован. Так, ну что, Жень, блок детства. Начнем. Расскажи про это место, про эту лужицу. Очень шикарное место, но сейчас оно в плохом состоянии. В общем, раньше вот здесь, вот здесь ни домов, ни вот этой дороги, вообще не было ничего. Были поля. А там уже аэродром Девао. Получается, вонская часть, я живу здесь недалеко. Каждое лето, каждое лето, когда было очень жарко, вот это было наше любимое место с ребятами. Мы постоянно здесь купались. Пока там наши родители там на работе, там все, на море съездить невозможно, далеко, никто не отпустит. Вот мы всегда приходили сюда и здесь вот купались, ныряли. Короче, здесь мы кайфовали. Но суть в том, что оно сейчас очень грязное, тогда оно было чисто. Даже рыбаки сидели раньше. Вон, посмотри какой. Он, походу, еще застрял в наше время. Слушай, а с кем-то из ребят общаешься еще? С тех ребятами? Слушай, вообще ни с кем. Ни с кем. Обидно? Да нет, я даже, знаешь, как-то и в то время, когда я с ребенком был, мне прям хотелось, чтобы половина прям вообще утопились, наверное. Ну, потому что бы со стороны ребят были издевательства. Не каждому ребенку, там, мама, папа объясняют, что есть определенный тип людей, как бы, да. Я их называю вообще люди с особенностями, особенные люди. В России у нас это как бы принято называть инвалиды и так далее. Ну, опять же, я еще раз говорю, что это все воспитание детей. То есть это все должны говорить родители о том, что ну действительно есть такие люди там с особенностями. Неважно, там, нет руки, нет ноги, там, глухой, слабой слышите или какая-либо у него болезнь, да. Это должны родители своим детям объяснять. Тренер тоже, по сути дела, должен. Ну, видимо, там как бы выжать все равно. Ну, это на мой взгляд, опять же. Ты как вообще, ну, чувствовал себя важной единицей там или в тебя было такое, что из-за этого не верили, как-то, ну, часто на скамейке оставляли? Ну, слушай, да, чтобы было такого, чтобы меня оставляли часто на скамейке в 45-м. Такого не было. Такого не было. Но по факту могу сказать, что в нас вообще не верили. Слабошлись, что глухой в аппаратах с инвалидностью. Нет, все, тупик, ничего не будет. Такого, чтобы прям в меня, знаете, там поверили, сказали, да, ты там можешь. Нет, такого не было. Проблема не было. Ты как считаешь, это какой-то неправильный подход, какое-то упущение или это такой способ тебя замотивировать только сильнее, потому что, как будто тебя это разозлило? Слушай, ну, на самом деле, я не знаю, правильный, неправильный подход, но то, что это разозлило, это 100%. Это прям разозлило, это прям захотелось еще больше тренироваться, захотелось еще больше играть. Но опять же, я был подростком, я не знаю, как мне тренироваться. Мне никто не мог толком подсказать, понимаете? Я не знаю, к кому мне подойти, там обратиться, спросить. Ну, скажите, пожалуйста, как мне тренироваться так, чтобы, ну, там улучшилась физическая форма, там, может быть, технические, там, технические элементы, тактические. Никто не мог ничего толком сказать, пока вот в 18 лет у меня не появился личный тренер Владислав Валерьевич Нужный. И только тогда, когда он меня тренировал индивидуально, он мне говорил прямо, что технически, но хотя я это сам знаю, в техническом плане у меня нет ничего. То есть я там, знаешь, ну, не так, как есть ребята, они есть везде, там, в Бальске, в 45-м, которые технически, ну, просто великолепно, да, то есть он такое обращается, такое вытворяется в мячом, что ты посмотришь, блин, ну, этот игрок должен заиграть, да? У меня такого не было. Все, что он мне сказал, мы будем с тобой работать на физику. То есть он меня гонял в физическом плане очень сильно. И из-за того, что я был физически силен, я постоянно играл. Только за счет этого. И за счет этого я и получил опыт, международный, там, неважно какой, я получил опыт. И сейчас я могу выйти спокойно и играть. То есть у меня нет никаких проблем сейчас выйти и отыграть игру. Вообще никаких проблем нет. Приходилось стоять за себя? Ну, из-за нервов, там, из-за того, что сильно накалилась обстановка, там, вообще ни с кем-нибудь кто-то там перешел слишком сильно грань, и пришлось или силу применить, или какую-то жесткость? Слушай, ну, я считаю, что, так знаешь, когда в детстве всегда будут моменты, когда надо там не подраться и поваляться, да, там, кто-то что-то сказал обидно. Такие моменты, конечно, были. И дрались, там, и валялись, и боролись, и так далее. Но такого, что прям вот жесткий, такой обидный, нет, такого не было. Не было. Нет. Единственное, я помню, как мы в Польше подрались с поляками. О, ну-ка. Это, блин, сколько мне было лет. Актуальные истории. Да, наверное, мне было лет 15 или 16, мы поехали в Польшу, а чтоб ты понимал, мы поехали за Варшаву. Но, насколько вам известно, что до Варшавы русских любят, все нормально. Туда дальше едет, все, пипец, ну, как говорится, ближе к Украине, все, пипец, русских там ненавидят. Чтоб ты понимал, мы подрались с ними на поле. Я не помню, что это за игра была, а, по-моему, мы выходили в полуфиналь, за выход в полуфиналь. Это за стюшер было, да? Да, 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 это был стюшер. Короче, мы с поляками так подрались, так подрались, но, чтоб ты понимал, мы выиграли. Мы, по сути дела, мы выиграли, мы выиграли. И там, и там? И там, и там, да. То есть мы выиграли 2-1, вышли в полуфинал, мы так подрались, чтоб ты понимал, что мы прям реально дрались, прям кулаками, ногами. а у поляков наверно чтоб ты понимал у них вот это любимое слово курва вот они бегали по полю натирали курва курва русский курва русский да я помню момент когда что-то подрались мы я не помню попал не попал ли он убежал смотрю нашего вратаря двое бьют я бегу туда и прям с ноги влетаю в поляка он бах отлетает 2 убегают ватаря вратаря спасаю в итоге у вратаря по-моему был перелом носа телес вроде бы ему справляли прям там в польше в больнице ну короче мы полякам накидали очень хорошо и они нам даже накидали но мы им больше у них даже родители выбежали драться а тренер наш тренер наш он вообще красавчик вот который андрей виталий базалий он прям тренеру польскому тренеру накидал это так красиво было блин это надо было видеть вот этот момент запоминающий момент вообще крутой момент но чтоб ты понимал потом то вы приехали в гостиницу а это оказывается брат ну вот эта команда из польши это их родной город был я просто город это был не могу вспомнить и они всех своих друзей родных пришли к нам в гостиницу а там были две команды бальтика какой-то год и дюшер 5 мы были и чтоб ты понимаю я в гостинице сижу а мы сидим с ребятами в комнате вот этот вот этот момент разбираем блин ну как так такая драка приехали на турнир да кто-то там квасто все блин я там поляку так дал в глаз у него такой финиш да обратали все приехал рассказывает там всех человек поляков сидел в котором мы наваляли вот это кто понимал стук в дверь кам к нам приходит игрок бабки говорит жен там типа к нам поляки пришли и сетва я такой были ничего делать мы короче теканцы говорим а я ему сказал пускай они сюда идут а мы будем разбираться я этот момент помню мы сидим к нам поляки стучатся я дверь вот так открываю чтоб ты понимал он уже в капе он уже в капе он показывает не смотри у меня капа и вот их перчатки которые для юфти ммм а юфи профессионально куда-то он мне показывает типа ну давай иди сюда я такой чай-чай я дверь закрыл закрыл на ключ и говорю пацаны стулья берите то хотите стулья бутылки чего угодно в итоге мы вышли мы вышли ну как так каковой драки там не было ничего не было да они хотели с нами подраться они промежали в гостиницу на ресепсоне вызвали полицию приехали полицейские тут тренера пришли что происходит мы объясняем ситуацию так-то так-то но в итоге все разрулили полицейские кто на кухне у вас главный ну и все что связано с яйцом просто то их хлебушки делать еще в чем-нибудь такое что не попроще авокадо лежит можно будет учиться нужного для этого по почитаешь что у нас консервация авокадо творожный сыр молочко но есть майонез иногда хочет на днях поедем на день рождения ой-ой способ отдохнуть я это искал то я думаю что это не хорошая вещь это вы желатинки замораживать блинчики в лед вообще все как обычно все как у людей на рома она меня посадила я на 5 раз железо топьет пиво знаете какое томатное я вообще в шоке да 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 крутая вещь томатное пиво или манго ну вот это разные вот эти вкусы добавляют спортсмены тоже должны отдыхать это же важно да да иногда хочется конечно знаешь вредные вот каждый чемпионат мира европы когда мы отдыхали выигрывали неважно второе третье место для нас это считает как бы победа здорово 3 место и все мы всей толпой куда-то уходим и там сидим все отдыхаем расскажи самую треш историю с таких поразов или ну сам это конечно было голландия это был самый трез до это было и про голландию точно это будет выбрать центре ампердама я не буду так высказывать на рей а на улице красных фонарей или как она улица красных фонарей там подвал зашли там такая такая хорошая такая хорошая растения там росло можно было купить его разных видов кексы пробовал конечно пробовал чё я я чё там где пробуют я такой а чё я один не буду что ли конечно это будет самый трёх это был в голландии мы еще пацана там потеряли потом по всему этому центра по всему амс ну вот этому центру города улице красных фонарей вот туда дальше как мы его там искали это вообще пипец потом но в итоге нашли на лавичке спасибо богу видимо его кексы накрыли мы его подобрали увезли гостиницу да там все у нас все отдыхают как на русске мы приехали отыграли все надо вот туда все туда вообще вот мне ребята из авось рассказывают что ну для футболистов это действительно нормальная тема у нас целом тенденция такая стране что если футболист это не знаете что никурики бьет вообще что по этому поводу думаешь я скажу так конечно ну я не знаю за всех не буду говорить за тех кого я лично знаю то после каждого какого-либо сезона у нас да или это сборы проходят после каждого сбора все ну не все кого я лично знаю да все вот прям наши сборы тут проходят вот ни капли ни капли ни капли мы тренируемся мы терпим 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 все сборы заканчиваются один день обязательно мы все опа на следующий день как огурцы и все мы готовы дальше играть на тренироваться все проблем нет если в европе европейцев брать когда я был на лиге чемпионов или в испании что там же такая ситуация что после каждой тренировки там тренер прям да или брат он разрешал выпить пиво бакал пиво проблем нет дино или пиво на здоровье пожалуйста а если что такая ситуация например да там есть люди которые курят да в команде но они это делают очень скрыто то есть так чтобы не видел тренера то есть если там тренер запах почувствовал это без проблем он же не видит что покурил а если именно прямо видеть как ты стоишь и и дым пускай да могут острофовать поймать или там выговоры сделать я думаю у нас был на россии то же самое тренер ничего не видит нормально где жестче с тренерами ну те уже тренер жестче подходит своей работе футболистом к общению где или в россии или на да ну условно волгограде или ком-нибудь там в испанском клубе в котором ты играл что же самое такое но вообще если в плане подготовки это сборная россия правильно здесь ли вот завести игроков завести игроков там вот прямо такой сумасшедший настрой дай это было в израиле когда я играл за израильский клуб на лиге чемпионов там прям президент клуба с нами летал в италию он следил за нами он переживал и он прям так вот показал такой жест то я понял у нас как будто бы курица отрезали или типа как будто у нас нет яиц или мы если сыграем плохо он отрежет нам все яйца ваши типа я еще я типа как бы отрежу если вы проиграете вот это было самое жесткое а то у нас тогда в команде играли трое русских остальные все израиля я и они все на то пожарились а мы сидим свободно спокойно но нам не собственно что мы знаем что вы из россии нас еще не таким пугали в испании наоборот все было как бы на лайте но там более все профессионально к этому относится то есть но все прекрасно понимаешь куда мы приехали зачем мы приехали зачем мы собрались там за что нам платят и так далее так далее в испании в этом плане все профессиональное такого нет когда мне приходится что-то объяснять там ничего не приходится объяснять там собираются только по делу кто у вас в семье главный кто принимает все вообще а все куда затем почему я на улице меня рядом нету корону носи когда я рядом или не дома убираю или я тебе ее сама выберу то что ты знаешь как домой захочешь зашел из дома вышел опять наделал пошел ты на позитиве к этому относишься да да у нас на самом деле все позитивно да как познакомились в тиндер? в тиндер? в тиндер что-то чирик 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 я вот так вот чирикал 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 а у меня фотка была там фотка такая офигенная она находится по-моему это в четлогорске или в зеленоградске в таком в костюме ну в брюках и в красной я такой смотрю еще возраст возраст такой я такой вот ну извиняюсь изображение теперь такой реально поставлю да ладно уговорил да ну все поставил где-то наверное проходит часа три-четыре и оп у меня такое уведомление приходит и там написано типа совпали ваши лайки или пара я такой захожу смотрю на меня да ладно подумал подумал там у меня ничего не получится у меня ничего не получится я такой я не буду раз там отыграли там одну игру по моему отыграли я такой решил да давай напишу что будет то и будет портамет не портамет не знаю я ее написал в тиндере и мы начали общаться наверное два дня вот так просто общались переписывали потом решили созвонимся слушай давайте это вот про девочек поговорим ну были ли какие-то сложности ладно не в детстве но уже вот подростковом возрасте после 15 когда уже там пора ознакомиться с кем-то на свидание подростковом возрасте я объясню нет потому что у меня была прическа вот такая вот у меня были вот такие волосы то есть они прятали аппараты и мне было все равно никто ничего не видел никто ничего не на но потом если я сам только рассказывал у меня был не очень удачный период жизни давали за я не буду подробностей товар то я скажу не очень удачный период жизни особенно в вольгограде это связано с моим браком я не буду все подробности рассказывать не хочу это для меня такая как бы больная тема и очень неприятно именно после вот этого момента мне было как-то я боялся того что у девочки может быть увидят да и увидится что я слуховых парадах увидят то что я с проводами может быть мою речь не поймут и так далее я конечно боялся я не знаю как это чтобы по-новому не понимал не знаю у меня была боязнь такая и вот когда мне предложили тиндер я там что-то ля-ля-ля-ля и вот как ты знаешь так сможет быть судьба силу асту людей брови все равно было вот именно алине алине гей вообще все равно попросил же даже решился все-таки как-то написать продолжить общение переживания при этом были как-то это поборол я боялся я боялся это был беном 5 начинать все по-новому опять это рассказывает о том что слабо слышит что у меня там инвалидность вот это все я не хотел боялся и переживают думаю нахер а не надо а потом что-то такой блин а ладно так что будешь то и будет уже не парился вообще по этому поводу я и написал его вот так вот что шукарный сошло я скажу так самое главное это просто любить себя любить себя там со всеми своими недостатками ну я такой как он видит все я собачусь и я слышал парадах мне все равно я просто прыгнул себя что я такой есть все вот я не изменю ничего я вот так родился здесь у меня там проблемы со слухом я хожу в двуховых аппаратов все это моё я это люблю обожаю я даже честно скажу я сучу над собой я сам могу сказать да я глухой я не слышал да там тут бывает там невеста говорю же но я тебе говорю ты не слышишь я говорю я глухой я глухой ну давай же не мы сейчас на твоем районе как ты сказал ну да это считается мой такой самый шикарный район в детстве знаете здесь гонская сеть раньше конечно этих колючих пробовать ничего не было и мы с персонами спокойно туда перевязали и там гуляли шляли дели все хотели ты чё ничего не говорили вообще ничего так вот на нас смотрели типа футбол играли конечно играли но футбольного поля ну вот там находится чуть подальше и мы там практически каждый вечер но это только летом каждый вечер собирались и играли против военных это было каждый вечер это было все вау потому что нас когда играешь со своими пацанами во дворе ну как-то уже не то один раз пришли туда поиграть с военными нас очень сильно зацепило учитывая допустим сколько у меня лет там ну 10 11 до было военным там по 19 по 20 лет по 18 и вот не просто не играли мне были момент когда мы и проигрывали были момент когда и выигрывали но если мы проигрывали мы сразу говорили завтра договариваемся и все разыграем а это твой первый футбольный опыт ну именно против таких мужиков да я бы сказал да то есть именно там я почувствовал что такого все футбол как влетели один раз я ловлю фига себе интересно так потом я это передал на футбольном поле среди своих ребят уже на соревнования там на каких-нибудь там среди своих возрастов там я тоже на что так летать а мне говорит мне вот так вот туда лететь ну вообще да это такой мой первый футбольный сумасшедший опыт играть против мужиков а где саму афигенную вот это вот участок вот этот участок там там растет яблони груша и вишна и вот мы по гаражам заразили и прям там на дерево садились и ели если дома никого не было где перекусить можно всегда можно было прийти сюда поесть но если нас попалили все сразу бежим и наши ловили когда-нибудь меня нет до других да я был самый быстрый это тренировки тоже конечно тоже казалось тренировки даю свои плоды и да как говорится как говорится да из изображения рожденный бегать не получит это было про меня где где мы сейчас стоим раньше было футбольное поле то есть мы его прям сами сделали мы перекопали мы тут вы выравнивали все это было лопатами руками вот на вот этих местах ставили ворота и вот где сейчас эти кусты их там вообще раньше не было стояли тоже ворота вот так вот мы здесь играли футбол самое крутое было это вечерами люди жильцы вот этого дома прям выглядывали смотрели кто кого выигрывает а сама у нас распространенное было это поделились на 34 команды и играли сейчас я не знаю как это говорят но я до сих пор говорю играем на хопу проигравшая команда встроит ворота и пробиваем ей хопу часто получал я нет вот я тебе говорю я нет я до сих пор когда вы там на сборах или все где-то я очень редко встаю мы сейчас находимся на старом стадионе в балтике для стадион так и называется балтика что он для тебя значит слушай ну здесь во первых мы очень часто этих тренировались во первых вот здесь сзади поле там сейчас правда крытый монет закрытый монет там раньше был просто на ковер такой вот искусственный ковер ворота вот там мы всегда тренировались вот именно вот за за трибуны либо мы тренировались вот там где сейчас находится искусственного поля вот на той в той части башки там были такое черного поле тоже углем непонятно все это уголь или чуть оптим черного поля либо мы там тренировались либо там есть какие-нибудь интересные истории связаны с парни ровками может быть балтика заходи конечно суши зимой снега прямо только снега вот столько холодно вы тренировались на том поле играли футбол снежный футбол чтоб ты понимал я одевал подстанки подстанки носки теплые сортины а сверху одевали все два пакета то было тепло то пальцы не замерзали и вот мы так играли гоняли футбол сейчас такого не увидишь в общем сейчас я такой конечно не выйду нет сейчас это ты одна в целом дети услышь это заканала наоборот это закаляло и я сейчас очень мало вообще болею там бывает какие-то мелкие там болезни там сопли горло но так то прям сильно болеть вот как сейчас дети болеть не вообще но мы просто закалялись зимой играть даже в ливень до 6 ливен но просто сумасшедший ливень вы все равно выходили тренировали вот мы видим а настолько были помешанной на футболе настолько очень сильно любили футбол вам был все равно в какую погоду мы выйдем и будем играть вообще было все равно не только здесь на тренировках да но и даже во дворе всем бы все равно слушая а ты уже так или иначе прикоснуться к тренерской структуре детьми до тренировать детей скажи ты сейчас как оценишь футбольные школы которые есть калининграде лучше они стали с того времени когда ты занимался слушай но без обид никого не хочу обидеть да но они стали более сопливая какие-то дальше он мне кажется у нас был характер мы как-то у нас был характер мы прям как можно но не мужиками прям но мы прямо на характер был нам был все равно на то что нам больно на то что нам тяжело я сейчас сейчас вот смотрю наблюдаю ну какие-то все сопливые стали где-то там ой у тебя ножка болит там иди посиди у нас такого не было даже у нас сборной россии у нас такого нет вообще вообще нету вот даже вот учитывая в финале когда даже я играю там 80 10 минут с травмой да я понимаю что у меня там рвется нога не просто было все равно просто хотел выиграть у нас все еще вот видимо у нас в нас это осталось все на характере сейчас вот интересно они потом так смогут я думаю если захотят то смогут всегда если захотят они все смогут поверьте у каждого человека возможности очень много главное это желание захотеть а если слабо характерный то ничего не выйдет в футболе должен быть во первых не только футболе в любом виде спорта должен быть на первом месте характер и дисциплина тебе нравится сейчас здесь гулять вспоминать а у меня здесь бабушка живет я здесь постоянно хожу в гости к бабушке это общение поддерживать надо там или чем-то там помочь или прийти там пообщаться я всегда здесь хожу да но ностальгия конечно сумасшедшая в том что сколько времени прошло и плюс ко всему этому приятные воспоминания то есть не такие знаешь как у некоторых бывает блин там мне так стромно было тут жить тут такой район плохой здесь такие там ребята плохие у меня слова не было то есть я постоянно здесь вспоминаю что в хорошем смысле этого слова но все было круто я так сказал есть что вспомнить и повеселиться если вы понимали у меня здесь сразу вот в этом доме жили две бабушки это папины родители и мамина мама на первом этаже жили дедушка и бабушка бабушка до сих пор живет а на четвертом этаже жила бабушка мамина мама и вот когда родители дома нет куда могу бегать покушать да вот сюда вот сюда вот я бегал еще у бабушка которого по папиной она никогда не кричала она знала что я прихожу в одно и то же время а бабушка света она постоянно выходила на балкон и крича не борщ остывает представлять я не слышу мне ребята вот так иди я я бежал быстро елась пускай же обратно сюда выходил а у тебя тогда не было никакого у меня не было слуховых аппаратов у меня слуховые аппараты появились наверно в классе с шестом да по-моему так в шестом до классе появились слуховые аппараты а так я считаю вообще без без слуховых аппаратов был и к ну как это ну то есть насколько это тяжело может быть как-то писать слушаю ну тогда не замечал ну я вообще тогда не замечал что мне как-то без слуховых аппаратов было неудобно или что я не замечал это да я где-то не дохлой всего где-то может быть прослушал но такого чтобы вот как сейчас я сниму слуховые аппараты я понимаю подлинта я вообще нифига не слышал не было не было вообще же мы не можем обойти эту тему стороной расскажи пожалуйста про слуховые аппараты что это вообще за такое такая аппаратура как этим пользоваться аппаратура все круто нанотехнологии я бы сказал с этими аппаратами я могу и музыку слушать общаться по телефону фильмы смотреть плюс я могу через приложение телефоне настраивать допустим под тебя то есть если сейчас мы с тобой находимся на улице я могу сделать сумму подавления машин могу сделать сумму подавления других людей чтобы только слышать очень хорошо вас и общаться только с вами вещь крутая могу дожидать попробовать как это пробовать для тебя интересного я тебе дам левый что-то он запищал а он пишет до когда снимать не очки сними да вот мои дети сейчас его отдельно вот здесь аккуратно слышишь ну как тебе это что-то я слишком сильно слышу себя сейчас эти всего начнем музыки да можем начать музыки давать музыки назовем кучу до днях мне октимирон рада вами эту же особенно новую книгу в интернете допустим включая очень громко но можно почти сделать вот так нормально а их нельзя использовать как просто наушники то есть так сделать чтобы вообще не было слышно слушать чтоб прям так чтобы вообще нет это невозможно делать сам вот меня есть приложение ты стану отключено сейчас а вот подключается весь потоковой передачи по bluetooth ключ микрофон если допустим автоматическая это самая такая простая программа то ты слышишь все вокруг ну-ка и включи у меня а ее включили вот она по всего слышу вон машина едет слышу мне кажется там кто-то даже сигналил это не слышал как будто а я всегда хожу вот со своей программа супер слух наоборот должно быть это все остальные а я делаю программу вот у меня своя настроена обдоха у меня сразу она настраивается сумма подавления вы сейчас уже поменьше вообще не слышно машины ты будешь слышит на сумма подавления уже совсем другой соски парка слышу прошу да например позвони мне по телефону просто мне позвони да о о здорово там не так громко теперь слышно да все вот и я телефон получается так не прикладывал очень подключаются они тоже да я телефон не прикладываю я просто об и все пошел разговаривал слушая скажи пожалуйста обычными наушниками ты можешь пользоваться конечно сервер подсу да они здесь духли у меня проводными хожу айфоновками могу звук развить в звуке чувствую что вот айфон за 1 во первых там чуть получше более нас как больших хорошо слышать на своих аппаратах не особо но видеть я наушники использую когда допустим у меня долгая поездка долгие перелеты с одной точки другую точку и встречу да я использую наушники под тобой аппараты не посадить окончательно в самолете послушал музыку в аэропорту послушал музыку там прилетел уже один аппарат и как ты когда один передвигаешься сезет они у тебя выключена обычно да они у меня обычно работать работает их вопрос да и вот допустим поскольку я встаю ну если невеста работает я вставив все с утра пока завтрак приготовлю вот я ходил и не снимая вообще до самого вечера у меня еще остается где-то 45 40 процентов работы это еще наверное тусов 5 6 он будет работать они водонепроницаемые нет на и вниз и нельзя не править ничего ты в них не играешь да нет я играю в других они внутриушные но они намного слабее намного они именно такие для игры где-то подсказ подсказ услышит где-то там студию услышит ребята слышит вот такого плана они они отдельно каждый продаются конечно все мы не будем говорить да можно сказать со скидкой 140 тысяч один один а у меня их два ну в общем у меня сколько у меня 5 аппаратов вот эти два это просто я хожу гуляю общаюсь и 3 внутриушных их 3 они стоят дешевле по-моему 1078 но вот эти самые крутые аппараты ну да давай оператор тоже это реально супер слух какой можно мне кажется это вот сидишь там и соседней комнате слышишь как падает там для истории по покупок так аккуратно так вот так так смотри что даже болел до чуть-чуть кровь пошла представляешь как я первый раз одел я вообще я где я все просто потерянный был я еще говорю как вы это все слушаете машины людей я куда попал сейчас уже нормально когда неестно много разговаривает нет желания чик а у меня нет а то что сразу получу слушай у меня был такой прикол я хотел сделать вам что-то у меня ла 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 я такой я с аппарата отключу и буду вообще ничего не не слышал она мне я тебя ударил я тебя ударю знаешь как она мне двое относами будет я же ночью я все глухую я ничего не слышал я могу даже не услышать то что там нам вверх ломится я не услышал что-то она плохо себя чувствула и хотела поболчать ночью знаешь как она меня будила только так я просыпаюсь ночью только И так вот прям, я такой, а-а-а, чё-чё, всё, всё случилось. В том аппарат одевал, общался. Как тебе учителя относились с твоей особенностью? Я тебе офигенную историю расскажу. Я когда слуховой аппарат одел, обычно все учителя уже знают, что я плохо слышу. И обычно, когда, помнишь, это фамилии говорили, кто на уроке, обычно были как? Говорили, Авдонин здесь, и кто-то за меня говорил, да-да, он здесь, вон на последнем парте. А тут такой момент был. Я сделал слуховой аппарат, сел, и она сказала, типа, перекличка, Авдонин. И я такой, я здесь. И надо было видеть её глаза, её реакция. Она ещё встаёт, да ладно. Исцелился? Да. Она такая, ты всё время это слышал? Я говорю, она такая, ты всё время это слышал. Это был пранк. Да, она, ты всё время это слышал и прикидывался? Я такой, ну да. Надо было видеть её лицо, она была в полном шоке. Но это не только она, это даже некоторые дети были, они так, чё с офигня, это как так? Обычно я всегда сидел на последнем парте. Никому не мешают. Либо поспать, либо в телефоне поиграть. Или, знаешь, там, в тетрадки порисовать. Всё, это всё, что я делал. А потом, конечно, аппарат одел. О, нифига, интересно, как там, там кто-то, например, там, одноклассники шепчутся, или там, вот там такой дурак, он там ещё, ну не променяю, а вообще, вот там такой дурак, или там, девочки, вот он такой красивый. Я такой, ля вы крыса, ля вы крыса, а я так всё слышать стал. Да, да, то есть это у меня такое тоже, ну, плюш такой появился, я мог уже всё послышать и потом передавать. Не, на самом деле я не передавал. Крыса не было, штукашом тоже. Но было, как бы, да нормальные учителя относились, таких проблем вообще нет. Ну, и с каким-то послаблением или наоборот так же, как и всем? Как и всем, за исключением английского языка. За исключением английского языка объясню. Ну, я не слышу звонких, но очень хорошо слышу глухие звуки. Звонкие для меня очень проблематично услышать, ну, мне тяжело. А как, ну, насколько я знаю, в английском языке очень много звонких. Очень много, если я правильно понимаю, так. И мне всегда английский язык давался очень тяжело, даже, ну, вообще, пипецко тяжело. В общем-то, я не понимаю, даже слуховые аппараты в этом плане не помогали. Тебе чешский тогда подойдёт какой-нибудь? Смысла нет про твой любимый предмет спрашивать? История. История? Да. Я пипецко как обожаю, в первую. Но я скажу, я не любитель истории России. Она какая-то для меня тяжёлая и какая-то, может быть... Но она грустная. Да, она какая-то грустная, да. Давай про твою футболку в Овось России тогда расскажем. А, про футболку? Сейчас помню, да, слушай, пацаны подогнали вообще шикарный подарок. Вообще всё-таки. Там на футбол, когда они заказывали форму, они, я так понял, они там сами всё придумывали, всё, как всё написать. Единственное, что я сказал, мне 77-й номер. Всё, на этом всё. И потом я чё-то захожу в Инстаграм и смотрю, у этого Саши Грюнюк, в истории, он с моей футболкой, а там внизу так написано, глухой сила. Я такой, я, конечно, обрадовался, я поржал, блин, это круто сделано, это очень чётко сделано. И самое главное, я бы эту футболку сейчас надел и ходил бы в ней, и пускай у меня там написано, глухой, сила, ну всё мне. Я ему поставил, ну, ответил на историю, там, по-моему, типа, вау, круто, супер, но я это ответил с Маликом. А он что-то, видимо, запаниковал или что-то, и он мне такой пишет, блин, Жек, мы там что-то не хотели тебя обидеть, там, ну, блин, ты безобидный, всё. Я говорю, Саш, наоборот, круто, супер и классно, что вы вообще до этого додумали. Вообще, это прям вообще топ. Если с такой футболкой бегать на поле, я думаю, многие, всё за нахрен. Вообще круто, пацанам вообще огромное спасибо, вообще чётко очень. И Саше, Саше тоже большое спасибо, что он где-то даже выложил, не побоялся, ещё написал, спросил, блин, Жека, не обидно мне удалить? Я говорю, нет, всё оставляй, всё супер. Я даже сам в Инстаграме в истории выложил, сам даже выложил. И мне многие писали, вау, 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 круто, супер, круто. Это потому что правда круто, это очень классно. Но, видишь, не каждый может такое принять, не каждый.